Привет! Меня зовут Дмитрий Фреско, ну вы помните. И это мой кулинарный блог. Сегодня у нас внеочередной выпуск, я бы сказал, экстренный. Пятого октября мной была обнародована третья часть статьи о хлебе пшеничном «Замолвите слово». Эта публикация породила настоящую битву. По меткому выражению одного из участников дискуссии, полный киченак в комментах. В результате мы с нашим оппонентом решили устроить параллельную выпечку хлеба по ГОСТу 12267-66 года. Подробности процесса выпечки смотрите в публикации. Ссылка в описании видео. Вот фотографии хлеба, из-за которого разгорелся сыр-бор. Главная претензия, которую я услышал, он располз и как блин. Он похож на чабаку и тому подобное. А это фотография полезного батона, выпеченного мной по указанному ГОСТу. Способ выпечки апартный, на нормальной апаре. Как вы видите, этот хлеб в блин не расползся. Это мягкий стандартный батон. Если бы такие продавались в магазине под Поком в Москве, для Испании это вообще заразят фантастики. В наших краях только багет и подобные хлеба есть. Я был несказанно рад. Особенно вспоминаю, чем радовали в последние годы хлебкомбинаты в родном Северном Тушино. Но тратить время на приготовление этого стандарта сам в дальнейшем не буду, вернувшись в его вариант. Почему? Несмотря на то, что батон очень мягкий, вы видите, как он проминается под пальцами. Самое главное, что мне не нравится. Мякиш при попытке его порвать начинает тянуться. Именно поэтому я и жертвую высотой подъема своих хлебов в пользу более нежного мякиша. В пользу мякиша, который при этом обладает своим характером. Ну вот и все на сегодня. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх. И активнее рекомендуйте меня своим друзьям. Не забудьте подписаться на канал. Следующий выпуск про неполитанскую пиццу. Субтитры подогнал «Симон»!